Наверняка вам приходилось получать рекламу без вашего согласия. Достаточно заглянуть в почтовый или электронный ящик. А по-моему сейчас не редкость, когда и на мобильник поступают предложения от незнакомых лиц и организаций. Так вот, стоит ли доверять тем, с кем своим номером телефона вы не делились? Узнаем на примере Эдуарда Ветрова из Усинска. Недавно пришло СМС, вроде как о судебных приставах. Там требуют очень срочно рассчитаться с имеющейся задолженностью. Даже указали, куда перевести сумму. Просто у меня временные трудности сейчас. Долг действительно есть. Но он гораздо меньше и отличается от указанных цифр. Существует ли рассылка сообщений от приставов и как она работает? Рассылка действительно существует. И она помогает оперативно уведомить должника о наличии задолженности. Однако, опасайтесь мошенников и проверяйте текст сообщения. В нем должны быть указаны номер исполнительного документа, а также сумма задолженности и фамилия, имя, отчество должника. Кроме того, там есть ссылка на сервис «Банк данных исполнительных производств». Перейдя по ссылке, указанной в СМС сообщении, вы также можете оплатить задолженность. Для этого необходимо ввести фамилию, имя, отчество должника или наименование предприятия, и система даст вам возможность оплатить задолженность. Продолжение следует...